Роза, ты себе представляешь, в Иркутске минус 19, шо они хотят, то они и делают, а? Ну как тебе это? Ой, Роза, слушай, у меня в последнее время со здоровьем какая-то страшная проблема, страшная. Что, ноги? Не, не, не ноги, нет. А, голова, голова, да. Ой, у тебя еще с молодых лет были с головой проблемы. Я не возражаю, ты такие права, но сейчас я не про голову, я сейчас не о голове. Ты знаешь, Роза, когда три месяца тому назад у нас с тобой было это, что это? Ну это, ну я, ну это, ну понимаешь, ну я не помню как оно. А, это, ой, не, у нас с тобой это было не три месяца назад, а полгода назад у меня все записано. Я все фиксирую, то. Ну хорошо, ладно. Так вот, когда у нас с тобой было это, так после этого у меня в ушах появился какой-то такой противный свист. А ты хотел, чтобы у тебя в ушах после этого были аплодисменты и крики «Браво!». Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья, и вновь в эфире «Лебединая песня года». И снова у меня в руках письмо, судя по почерку, детское. Мы очень бы хотели увидеть в вашей «Лебединой песне» нашу самую любимую певицу. Но, честно говоря, еще больше мы хотим через вашу передачу пригласить эту певицу к нам домой. Ну, хотя бы на неделю, потому что на самом деле эта замечательная певица – наша мама. Всего 15 подписей. Ну что ж, как говорится, все лучшее детям. Итак, у нас в гостях мать героини нашей эстрады – Василия. Простите, вы что, и есть Василия? Почти. То есть? Я Василий, продюсер. А где же ваша, так сказать, тезь? Ну, докармливать, сейчас придешь. Закрыл. О, уже слышите, да? Встречайте, Василия! Ты где-то там, возле роддома, я тоже там, в смысле, где-то внутри, там я бываю чаще, чем дома, ну, в смысле, вот, где-то раза по три. Добрый вечер, добрый вечер, многоуважаемая Василия, добро пожаловать к нам на «Лебединую песню года». И сразу вопрос. Давайте я отвечу. Пожалуйста, скажите, это что, вот эти вот дети письмо писали? Нет, эти только подписывали, писали старшие. Это какие? Ну, те, которых она родила в прошлом. Ну, я вижу, что ваша подопечная и сейчас, как бы это помягче выразится, в интересном положении. В интересном. Для неё это самое обычное положение. Да, только тихо. Давай, 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 пой, а то прошлю. Ах, там перцы останутся сухими, в них слёзы лить я перестану на коне. Главное, не будьте голубыми, скажите, ну какой Шура Осте? Прекрасно, просто замечательно. Особенно мне понравилось вот это вот про памперсы. Да, действительно, чудесная строчка. Да, причём и строчка, и в смысле, поменять нужно. Что, про другое? Да, если бы только памперсы, уже и пиджак тоже. А давайте всё-таки о творчестве. Ну, пока высохнет, пожалуйста. Василий, я знаю, что последнее время в вашем творчестве явный подъём. Появилось много новых прекрасных песен, много хитов. Скажите, откуда же вы их берёте? Ну, что значит, откуда? Что мало хороших песен? У кого? У вас? Да ну, почему только у нас. У Бонни Мэм, например, там, или скажем, у Абы. А вот недавно наш композитор такую замечательную фенечку отыскал у Бокары. Ну, в смысле? Ну, вот это. Па-ба-ба-ба-ба-ба-дам-пам-па-ра-тай-ра. Ну, простите, я что-то не понимаю. Сейчас он и споёт, и всё поймёт. Ну, что ж, поёт Василий! Вспомнишь, падал перст и белый снег? С тобой у нас, с тобой у нас Мой композитор, честный человек Украл лишь раз, один лишь раз И разошлась по хит-парадам я С мелодией чужой публично каюсь И те, кто это пели, да меня Не обижайтесь, не обижайтесь Время пройдет, все забудут то, что пели Уже не раз, уже не раз Ах, как хорошо, что все же не успели Украсть до нас Украсть до нас Украсть до нас Подождите, вы тут забыли Подождите, вы забыли Вот посмотрите, вот, вы забыли Опа Здравствуйте, девушка Можно вопросик? Я за Слышь, подождите Давай познакомимся Я за А может, вечерком куда-то сходим вместе, а? Я за А потом, это, бар там потанцуем, шампанское, все дела, а? Я за Потом там, что-то как-то сообразим, там, медленный танец, то-се, там, на таком близком расстоянии подержимся, а? Я за Слушай, а если ты такая покладистая, может, сразу сейчас поем ко мне, а? Я себе кровать новую взял, шикарная кровать, покажу, как работает, да? Я за Слушай, ты за, так поехали ты за Я за, 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 замужем В эфире капут-шоу «Естественный базар» и я, его постоянный ведущий, Абдельфюрер Александр Я напоминаю, что по условиям шоу всех его участников мы будем немножко уничтожать, немножко вешать, а кто после этого останется не умирать, будем давать немножко деньги А сейчас я представляю свою помощницу А сейчас я представляю свою помощницу, старший маньяк-наставник, садист высшей категории, фрау Барбак Александр Китлерович, простите, портагеносметр Разрешите ввести сегодняшних опричённых Сколько их осталось, этих свалоч партизанен Было четыре, сегодня один сам вышел из игры Его что, съели жуки? Ха-ха-ха Нет, сам умер, когда узнал, что его любимый артист стал Китлером Стасис, хорошо, ведите Шнеля, шнеля, быстро, быстро Шнеля, я-я, я уже хочу начать издеваться Принесите инструменты для пыток Скажите, пожалуйста, а это разве не поле чудес? Я вот тут Леониду Аркадьевичу колбаску сырокопчёную припалю Сунь её себе, ха-ха, впрочем Не надо, наши ассистенты это сделают лучше Шнеля, шнеля, шнеля Шнеля, шнеля Шнеля, шнеля Очередная жертва Василий Двадцать один год Студент третьего курса Быстро-быстро Василий, вам на вид Больше лет, чем мне Василий, почему вы так Плохо выглядите, Василий? А во время отборочного тура Меня пытали Ха-ха-ха-ха Вкусник под номером два Николай Петрович Ну, как колбаска? Если бы я знал, я бы взял не сырокопчёный, а ливер Скажи, свинья, а вообще ты любишь, когда тебя унижают? Конечно, я же двадцать лет женат Ха-ха-ха Итак, наш третий участник Коля! В bater Мистра Скажи Николаю, ты меня боится? Не-а-а-а-а-а-а-а Короче Да Ты всегда заикаешься, Николай? Нет, тут только когда разговариваю Итак, наш первый участник. Будешь, будешь, будешь ты? Буква Д. О, хорошая голова. Помнишь буквы? Я вас правильно поняла, мэтр. Бить будем по головах. Ё-ё, лупить по башкам. Начинайте. Пользуясь случаем, разрешите передать привет реаниматорам из первой городской больницы. Ребята, не расходитесь, я скоро буду. Николай Петрович, я задаю вопрос. Отчего умер Пушкин? Отвечает Гадына. Пушкин умер от того, что принимал участие в вашей передаче. Уведите. Скажите, они расстреляют? Хуже, Николай Петрович. Вам не заплатят деньги за участие в нашей передаче. А теперь давайте помучаем участников под номером, под номером один. Минус! Давайте. С тобой, проклятим закривлённый. Отставить песню! Отставить песню! Мы с мир голодных и рабочих. Прекратить пение! Прекратить! Кипит наш разум возмущен Дайте мне пистолет, дайте мне пистолет И в смертный бой вести готов Отвечать партизанам, отвечать Чему равен число пи? Это есть наш последний Вечер пи-пи давай Пи-пи, гадина фашистская, не получишь Я памперсы надел Увести партизану в сморо Это есть наш последний И наконец, чертва под номером 3, Коля Коля, ну что? Ты остался один, Коля, страшно Что, хочешь, чтоб тебя немножко кушал крыса? Ха-ха-ха Не-не-не-не, мама Это то есть мама Хорошо, чтоб не расстраивать твой мутер Будем тебя просто бить так Подвести 220 Отвечать партизанам, отвечать Он написал Муму Что, не Квасов? Что, я не знаю, товарищ телеведущий Муму? Я же у них на концерте был Барри Алибасов Это есть неправильный ответ Приведите наш таракан, змея и крысы Скажи свой последний слово, партизан Дорогие фашисты Товарищ Абдулер Люди Спасибо вам И вашей телепередаче За то, что избавили меня от заикания Еще во время жизни Ну все Спасибо Можете носить Можно прямо в это В теле мор Мих В программу криминалами как раз просили свежий труп Пусти Быстро А мы прощаемся с вами До свидания До новых встреч в программе Естественный позор До новых свет В эфире Ха-ха-ха-ха-ха Окар Дэ Белфильм представляет Военно-не патриотический сериал Казарма Армейские будни продолжаются Каждый день здесь наполнен глубоким смыслом. Он состоит в том, чтобы этот день быстрее прошёл. Несмотря на малый срок службы из наших бойцов-новобранцев, армия уже сделала человека. Правда, из всех троих пока только одного. Никак не может отправиться на дембель дед полка Василий Раздолбает. В связи с возросшим авторитетом и весом, он просто физически не может выйти из казана. Товарищ прапорщик случайно продал знамя полка. И как честный человек хотел застрелиться, но не смог. Потому что ещё до этого он продал пистолет. Товарищ генерал назначен главным теретиком вооружённых сил. Он сейчас работает над учебником, как сдаться в плен. В общем, служба идёт. Причём идёт туда, куда её посылают военнослужащие. Товарищ гвардии дедушка, а какое тату на пузе делать будем? Ну, как какое? Ну, что-нибудь пооригинальнее. Да, товарищ дедушка, давайте напишем по-по-роста. Это п-п-пузо. О, годится. А то его часто с третьим подбородком путают. Вы всё готовы. Ладно, ладно, всё. Кончай надельную живопись. Хлопцы! Что-то вот скучно мне, понимаешь? Ну, вот скучно и всё. А что с тогда делать? Давно я за границей не был. О, это м-м-м-з-за-запросто. Это что, уже за границей? Никак нет, товарищ дедушка. Это пока только граница. А-а-а-а, сейчас надо перешагнуть. Ну, перешагивай меня, надо перешагнуть. Надо, так, пожалуйста, вот и перешагивай. Ну, что-то... Вот, вы уже за границей. А-а-а-а. Ну, как, как, нравится? Да не очень. Примерно так же, как у нас. В чём дело, товарищи бойцы? Почему у вас вот боец в неуставной позе находится? Так это у вас, получается, пограничный пьёс. Да. Кстати, а за границей? У меня есть одно воспоминание, связанное с за границей. Да ну, товарищ генерал, лучше не надо. Конечно, не надо. Ну, ты ж пойми, это ж военная тайна. Ну, вам, сын, расскажу. Дело, значит, происходило во время холодной войны. Забросило меня, значит, туда заслали в Великобританию. Чё, товарищи? О, из качества советского разведчика. Ну, значит, легенда такая была. Я не ищу, ищу. Стою, значит, под письменом стою. Задача у меня была одна. Свет сложный. Что? Развалить капиталистический мир изнутри? Нет. Нужно было собрать деньги на обратную дорогу. Граждане великобританцы, подайте советскому разведчику, кто сколько может. И тут вдруг подходит ко мне английская королева и говорит. How do you do? What is your name? Не знаю. Я, дамочка, не знаю. How old are you? Не знаю ж, говорю тебе, дамочка. Они ж меня сюда забросили и даже слова русско-английский дать забыли. Where do you live? Ну, ты бы, дамочка, хоть по-русски поговорила со мной, а? А тут вдруг она заговорила человеческим голосом. Ой, товарищ генерал, товарищ генерал. Да я ж тоже наша, рязанская, засланная сюда под легендой английская королева. Так дальше я тебе расцелую. Вот так вот, сынки. Вот таким макаром, понимаешь. Товарищ генерал, и что это все с вами было? Да нет, не со мной. Не со мной это было. А что тогда дальше было? Да не могу я рассказать, сынки, но не могу. Военная тайна. Я намекну только, что ровно через 9 месяцев после нашей встречи с английской королевой У нее, значит, принц Чарльз народился. А, с таким макаром. Значит, по горизонтали знаменитый советский разведчик, работавший в Германии, которого знают все. Наверное, Путин. Скажите, группенфюрер, пингвины идут на Запад? Пингвины идут. Драхнахтухесы тут ваши пингвины. А, понял. Задолбали меня своими паролями. Все одно и то же, одно и то же. Ваш Штирлиц работает напротив, пожалуйста. Ага. Проваливай, пиши. Данкишон. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦНЫЙ 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 КОНЕ�